Зал Пермь 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 Очень знакомые нам факторы риска, потому что и ожирение, и диабет, и гипертония, и табакокурение, нарушение диеты, низкая физическая активность – это тоже факторы риска и сердечно-сосудистых заболеваний. И мы знаем, что люди, пережившие рак в 10 раз, чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди, которые не переносили онкологические болезни. У детей, которые пережили рак, повышена частота факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с их родными, братьями и сестрами, у которых такой болезни не было. И если мы посмотрим на причины смертности пожилых женщин, то мы увидим, что у них сердечно-сосудистые заболевания, красные сегменты, конкурируют со смертностью от рака груди. То есть эти болезни всё время идут рядом. К счастью, в настоящее время пациенты, пережившие рак, многие годы могут жить с высоким качеством жизни. И мы здесь видим, начиная с серых фрагментов, серые фрагменты – это выживание 5-10 лет, жёлтые – 10-15, синие фрагменты – это люди проживают 15 лет после онкологических заболеваний. То есть пациенты, пережившие рак, живут достаточно долго. И наша задача сделать так, чтобы эта жизнь была жизнью с высоким качеством, чтобы их не беспокоило такое прогрессирующее течение сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что поражение сердечно-сосудистой системы онкологических пациентов может быть самым разнообразным. Это может быть и ускоренное течение уже имеющихся болезней, Это огромную роль играет кардиотоксичность химиотерапии, повреждающие эффекты лучевой терапии, ну и, возможно, формирование своеобразной раковой кардиомиопатии. И всё это выражается и в развитии дисфункции миокарда, которая может сопровождаться клинически значимой сердечной недостаточностью, и возникновению или утяжелению артериальной гипертонии, в поражении клапанов сердца, венозно-артериальных тромбозах, нарушениях ритма сердца, поражениях перикарда и заболеваниях периферических артерий. И считают, что наиболее распространенные заболевания, которые наблюдаются у пациентов, выживших после рака, это сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь лёгких и сахарный диабет. Это три очень большие проблемы у онкологических пациентов. Особенностями сердечной недостаточности, сформировавшейся у пациенток, перенёсших рак молочной железы, является тяжесть этой сердечной недостаточности, частота её развития и более плохой прогноз у этих пациентов. Ну и что самое важное, что если мы своевременно начнём лечить миокардиальную дисфункцию, сердечную недостаточность, применяя хорошо известные препараты, такие как ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, антагонисты минерал-кортикоидных рецепторов, то это может значительно помочь нашим пациентам предотвратить прогрессирование сердечной недостаточности. Существуют официальные критерии кардиотоксического эффекта химиотерапии. Это снижение фракции выброса левого желудочка на 10% или ниже, нижнего предела нормы, или, по крайней мере, снижение менее 50%. Частота возникновения дисфункции левого желудочка уже хорошо очень изучена. Мы видим в этой таблице представлены частота дисфункции левого желудочка, развивающейся при применении различных химиотерапевтических препаратов. Мы видим, что при применении доксорубицина это дозозависимые эффекты, при высоких дозах это может доходить до цифр более 40%. При применении тростозумаба также возможно развитие миокардиальной дисфункции, и частота ее доходит примерно до 20%. И когда мы обсуждаем эту тему кардиотоксичности, мы должны ответить на 5 главных вопросов. Первый вопрос. У каких больных раком имеется повышенный риск развития сердечной недостаточности? Какие-то профилактические меры могут минимизировать риск еще даже до начала химиотерапии у данного пациента? Какие стратегии минимизируют риск во время проведения кардиотоксичной терапии? Каков график наблюдения за этими пациентами? Как надо мониторировать состояние больных во время химиотерапии? И как надо наблюдать пациентов после прекращения химиотерапии? Какова тактика лечения этих больных? Итак, каковы группы риска больных раком, у которых имеется повышенный риск сердечной дисфункции? Это пациенты, которые планируются для получения высоких доз препаратов, у которых планируется высокодозная лучевая терапия, у которых планируется комбинированная терапия антрациклинами, например, с лучевой терапией, когда сердце в зоне поражения. Кроме того, это пациенты, которые, может быть, будут получать более низкие дозы препаратов, но у которых есть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, всем хорошо известные. Кроме того, это пожилой возраст больных, исходно уже имеющаяся сердечная дисфункция или исходно имеющаяся сердечно-сосудистые заболевания или запланированная последовательная терапия, то есть, например, сначала применение доксорубицина, потом применение трастозумаба. Вообще существует два основных вида кардиотоксичности. Типичным представителем первого вида кардиотоксичности препаратов, которые вызывают, являются антрациклины. Второй вид – это трастозумаб. Первый тип – это необратимое повреждение сердца, дозозависимое повреждение. Оно может быть и острым, и хроническим. Второй тип – под влиянием трастозумаба развивается обратимое повреждение сердца, и в основном присутствует дисфункция кардиомиоцитов во время проведения химиотерапевтического лечения. И что мы можем сделать до начала химиотерапии? Во-первых, мы, конечно, должны посоветоваться с врачом-химиотерапевтом или с врачом-специалистом по лучевой терапии и попытаться предложить пациенту технологии лечения, обладающие минимальной кардиотоксичностью. Мы должны провести комплексную оценку пациента до начала лечения, включая и, естественно, визуализацию сердечно-сосудистой системы. Во время проведения химиотерапии врач-кардиолог также должен постоянно наблюдать пациента, оценивать состояние его сердечно-сосудистой системы. Существует несколько специфических стратегий снижения риска кардиотоксичности. Первый вариант, например, это применение декс-розоксана, применение особых форм препаратов для химиотерапии, липосомальной композиции докса рубицина, например. При лучевой терапии также существует несколько методик, которые позволяют снизить повреждающие сердце эффекты. И об этом надо говорить со специалистом по лучевой терапии. Среди кардиопротекторов, к сожалению, в настоящее время утвержден только один препарат – это декс-розоксан. Очень много лекарственных препаратов было протестировано, которые показали лучше или хуже эффекты. В основном они тестировались при применении антрациклинов, гораздо реже при применении тростозумаба. Если говорить уже об утвержденном препарате, он есть, есть в Российской Федерации. Это комплексонообразующее соединение, аналог ЭДТА. В миокарде он подвергается гидролизу с образованием соединения молекулы, которого связывают ионы металлов. И это препятствует образованию свободных радикалов. И, вероятно, препарат действует селективно, большей частью в опухолевых клетках. Кроме декс-розоксана, достаточно много исследований было посвященных бета-адреноблокаторам, ингибиторам ангиотензин, превращающего фермента сортанам, антагонистам минерал-кортикоидных рецепторов, статинам, бигуаниды, нестероидные противовоспалительные препараты, вазодилататоры. Есть исследования, посвященные триметазидину и целой группе натуральных антиоксидантов. Кроме того, очень интересные исследования посвящаются роли физических нагрузок в плане и профилактики, и коррекции, и реабилитации пациентов, перенесших онкологические заболевания. Мониторинг во время лечения больных, во время химиотерапевтического лечения предполагает и, естественно, осмотр, обследование пациента и обязательно методики визуализации сердца, к которым относятся эхокардиография и МРТ. В плане эхокардиографии, кроме классической эхокардиографии, рекомендуется обязательно определять глобальную продольную систолическую деформацию левого желудочка, которая явилась более чувствительным критерием, отражающим поражение миокарда у пациентов, получающих кардиотоксическую химиотерапию. И, кроме того, наряду с визуализацией сердца определяют маркеры поражения миокарда, это прежде всего определяет уровень тропонинов и меньшую роль играет, но тоже также применяется определение концентрации натрия уретических пептидов. Интегрированный подход обычно включает эхокардиографию и определение уровня тропонинов, достаточно высокая чувствительность для обнаружения кардиотоксического эффекта до 87%. Сейчас существуют специальные алгоритмы уже контроля за пациентами, получающим ту или иной вариант химиотерапии, определены интервалы, через которые надо выполнять эхокардиографию, например, при терапии тростозумабом это каждые 3 месяца, определено, когда надо смотреть уровень тропонина. То есть у нас уже существуют рекомендации по схемам наблюдения за пациентами. После лечения такой пациент тоже не должен выпадать из поля зрения кардиолога, он тоже должен наблюдаться у врача и тоже применяются методики визуализации сердца. Эхокардиография обычно выполняется через 6-12 месяцев после прекращения химиотерапии у бессимптомных пациентов. Если есть какие-то симптомы, то она выполняется, как только симптомы появляются у пациента. И существует шкала риска кардиотоксичности, предложенная клиникой МИО. Мы видим, что определенное количество баллов пациент получает за применение того или другого препарата для химиотерапии и антрациклины соответствует 4 баллам, один высокий риск кардиотоксичности. Кроме того, пациент получает баллы за особенности своего клинического статуса, за факт наличия у него исходной сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, гипертонии, диабета и за возраст или менее 15 лет, или старше 65 лет, и, к сожалению, за женский пол. И если пациент набирает более 6 баллов, мы расцениваем, что риск кардиотоксичности по шкалам МИО очень высокий. И далее идут соответствующие рекомендации, которые определяют кратность проведения эхокардиографии, кратность проведения электрокардиографии, определение уровня тропонина во время химиотерапии. И, кроме того, у пациентов очень высокого риска и высокого риска рекомендуется профилактическое назначение ингибиторов или сортанов, бета-адреноблокаторов, но клиникам ее предпочитают корвидилол и статинов. Самое разнообразное нарушение ритма сердца могут вызывать химиотерапевтические препараты, и мы видим, что список этих химиотерапевтических препаратов очень большой, и могут быть нарушения ритма сердца, вплоть до фатальных нарушений ритма сердца и развития внезапной сердечной смерти. И здесь будет проблема лекарственного взаимодействия. У вас одна дополнительная минутка. Все, я заканчиваю, да, Наталья Андреевна. Существуют большие проблемы лекарственного взаимодействия антиаритмических препаратов и препаратов для химиотерапии, и, конечно, огромные риски сопряжены с тромбозами и эмболеями у онкологических пациентов, потому что нет валидированных шкал. Существует вот только такой алгоритм, в который включены онкоопосредованные факторы риска кровотечений, и если они есть, например, внутричерепная опухоль, то антикоагулянты нельзя назначать, и приходится ориентироваться и на эти особенности больных. Таким образом, кардиолог должен участвовать в лечении больных с онкологическими заболеваниями на всех этапах ведения пациента, и, конечно, необходимо создание национальных клинических рекомендаций по карте онкологии. Благодарю вас за внимание, коллеги. Екатерина Осевна, спасибо огромное. Уважаемые коллеги, мы с вами будем работать в следующем режиме. Мы сейчас с вами выслушаем все доклады и далее будем отвечать на вопросы.